Когда это вообще произошло? Город назван в честь очень известного человека, которого звали Натан Штраус. Жил он в конце 19-го, в начале 20-го века. Жил не здесь, не в этих местах. Жил он в Нью-Йорке, в Соединенных Штатах Америки. Богатый был очень человек. У них с его старшим братом, которого звали Исидор, была целая сеть больших универсальных магазинов. Но вот Натан Штраус не сидел, как Кощей Бессмертный, на своих миллионах. Очень много он тратил на благотворительность, на жертвенность. И вот он запомнился жителям Нью-Йорка тем, что в годы Великой Депрессии за свои деньги он устроил раздачу горячих обедов на улицах этого города. Ну а так как он был еврей, то естественно, конечно, его взгляд был прикован к Палестине, к своей исторической родине. И вот в самом начале 20-го века, в 1912 году, он со своим старшим братом Исидором и женами, естественно, приезжают сюда в Палестину посмотреть, как вот выглядит земля их предков. Но надо сказать, что земля их предков не очень хорошо выглядела в начале 20-го века. Турки, как я уже утром рассказывал, с Толею, когда мы выехали, запустили эту землю просто неузнаваемостью. Деревья были вырублены, низины были заболочены. Исидору быстренько это все надоело. И он говорит, Натану, ты знаешь, я возвращаюсь в Англию, покупаю билеты на лайнер, который у нас до берегов Америки доставит, а ты давай заканчивай все свои дела и тоже ко мне присоединяйся. А вот Натану Штраусу здесь понравилось. Не знаю, может быть, зов предков. В общем, он несколько месяцев здесь путешествовал по Палестине и видел, какие трудности испытывают первые еврейские поселенцы. В основном, конечно, это были финансовые проблемы. И он принял решение помогать. И вот первое, что он сделал, он создал...